В зависимости от того, какой пилинг мы применяем, мы можем воздействовать на мелкие морщины. Мой любимый пилинг джесснера и салициловые пилинги я применяю в лечении акне. При активных нынечковых процессах я не рекомендую применение пилинга. Для начала снизить бактериальную нагрузку на кожу, после этого мы можем применять пилинги. Размер пор – это, как правило, генетическая наша предрасположенность. Сузить мы их не можем. Мы их можем очистить, что будет визуально уже давать нам эффект некого сужения пор и выровнять цвет лица. Здравствуйте, меня зовут Пащенко Екатерина Юрьевна. Я врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог, кандидат медицинских наук, главный врач СМ-косметологии на улице 2-я Звенигородская. Пилинг способствует отшелушиванию ороговевших чешуек с поверхности кожи. После проведения данной манипуляции наша кожа становится более яркой, гладкой. В зависимости от того, какой пилинг мы применяем, мы можем воздействовать на мелкие морщины. Ведь при химическом воздействии на поверхностные слои, убирая ороговевшие чешуйки, мы способствуем процессам регенерации, то есть восстановлению кожных покров. За счет вот этих регенеративных свойств, собственно говоря, мы добиваемся также еще и омолаживающего действия. Опять-таки, если мы используем более профессиональные глубокие пилинги, мы можем воздействовать также и на мелкие рубцы после акт, допустим. Помимо химических пилингов бывают и механические, ну это, допустим, дермобразие. На сегодняшний день она применяется в меньшей, и на мой взгляд, как врача-дерматолога, я считаю, что это достаточно жесткая процедура. Либо более легкие – это применение скрабов. Чаще всего используют их в домашних условиях. Это могут быть и самодельные скрабы, но я всегда все-таки рекомендую применять какие-то косметические скрабы. Они будут способствовать более лучшему отхождению ороговых чешуек с поверхности кожи, тем самым будет проходить дополнительное очищение и стимуляция определенных процессов. Существует несколько видов пилинга по воздействию домашней пилинги. Это, как правило, скрабы. Некоторые косметологи рекомендуют применять также и кислотные пилинги на дому. Но здесь все зависит от концентрации. Я высоких концентраций не рекомендую использовать дома. Почему? Потому что можно получить достаточно грозные осложнения и повреждения кожных покров, которые потом все равно придется обращаться к врачу и, собственно говоря, заниматься их лечением. Поэтому более профессиональные и концентрированные пилинги я бы рекомендовала делать в условиях косметологических клиник. Существует несколько видов пилинг, которые проводятся в условиях косметологических клиник. Первое – это поверхностные пилинги. Они, как правило, воздействуют в области эпидермиса, способствуют также активному отшелушиванию и стимулируют определенные процессы. К ним относятся салициловая кислота, пилинг джеснеров в более тонком поверхностном нанесении, миндальная кислота. Различные кислоты неагрессивные. Как правило, они применяются при тусклом цвет лица, расширенные поры. В плане расширенных пор сделаю небольшую ремарку. Очень часто ко мне обращаются пациенты с фразой «Сделайте, пожалуйста, мне комплекс процедур, для того, чтобы сузить мои поры». Дело в том, что размер пор – это, как правило, генетическая наша предрасположенность. Сузить мы их не можем. Мы их можем очистить, что будет визуально уже давать нам эффект некого сужения пор, да, и выровнять цвет лица. При проведении комплекса процедур вы действительно отметите, что поры стали немного уже. Это, к сожалению, не навсегда. И при восстановительных процессах в коже все будет возвращаться. Поэтому, если вы хотите, и тот эффект, который вам понравится от пилингов, просто возьмите для себя правило раз в полгода проходить курс определенных пилингов для того, чтобы выровнять ваш цвет лица. Также есть срединные пилинги. Они действуют чуть глубже, в отличие от поверхностных. К ним относится пилинг джесснера при максимальном воздействии. Повторюсь, почему? Потому что в поверхностных я тоже называла пилинг джесснера, но при более тонком нанесении. При правильном применении пилинга джесснера он будет все-таки считаться срединным пилингом, потому что он действует гораздо глубже. И ретиноевый пилинг. Данные пилинги воздействуют на глубокие слои кожи и будут способствовать помимо выравнивания цвета лица, также омолаживающему действию. Мой любимый пилинг джесснера и салициловые пилинги я применяю в лечении акне. Но здесь тоже важно понимать, в какой момент мы их можем применять. Почему? При активных стадиях, при активной форме акне, когда есть активные гноничковые процессы на лице, я не рекомендую. То есть одним из противопоказаний к применению пилингов – это воспалительные гноничковые явления на лице. Некоторые пациенты ко мне обращались и говорили, что «а я вот применяла у кого-то из косметологов». Да, действительно есть случаи, когда применение пилинга при гноничковых процессах дает хороший положительный результат. Но здесь, скорее всего, совпало правильное время и вам просто повезло. Потому что также у меня были случаи, когда ко мне обращались пациенты после проведения пилингов с обострением, гораздо сильнее с тем, с которым они обратились к специалисту, с обширными гноничковыми высыпаниями, которые, к сожалению, уже приходилось лечить более тяжелыми препаратами. Поэтому все-таки при активных гноничковых процессах я не рекомендую применение пилинга. Для начала снизить бактериальную нагрузку на кожу, после этого мы можем применять пилинги. После этого он будет иметь максимально положительный результат. Это и снижение воспалений, это выравнивание рельефа, сглаживание ваших рукцов пост-акны даст вам очень хороший результат. Также к срединным пилингам относится пилинг с трехлоруксусной кислотой, который дает максимально омолаживающий результат. Тот, который возможен. Но давайте здесь в данной ситуации будем честны, от обучения кожи нижней третьей, от глубоких носогубных складок вам это не поможет. Поэтому здесь для хорошего омолаживающего результата, здесь все-таки нужна консультация грамотного врача-косметолога, который поможет вам максимально определить правильный, корректный план действий. Также есть глубокие пилинги, но глубокие пилинги, как правило, применяются уже в условиях стационара. Это болезненные глубокие пилинги с тяжелым периодом реабилитации. Как правило, чаще всего выполняют хирурги. На сегодняшний день практически эти пилинги не используются. Поэтому в основном в арсенале врачей, дерматологов, косметологов это поверхностные и срединные. Зависит от того, какой пилинг мы применяем. Поверхностные пилинги можно применять уже с подросткового возраста. То есть вообще, в принципе, все пилинги мы применяем с 18 лет. Поверхностные пилинги мы применяем с подросткового возраста. Как правило, они нам нужны для того, чтобы очистить кожные покровы. И чаще всего мы все-таки применяем при заболеваниях акка. Поверхностные пилинги выполняются в среднем раз в неделю. И курс составляет от 6 до 8 процедур. Если мы говорим про срединные пилинги, то, как правило, они выполняются раз в 2-3 недели. В зависимости от того пилинга, который мы будем применять. Раз в 2-3 недели минимальный курс это 3 процедуры. В зависимости от эффекта. То есть зависит от того, какой эффект мы хотим. И доктор, когда вы приходите к нему на следующую процедуру, он уже определяет качество ваших кожных покровов. И насколько необходимо продлить данный курс. Или же достаточно для вас будет 3 процедуры. Дело в том, что по приказу Министерства здравоохранения все пилинги выполняются врачом, дерматовенерологом, косметологом. Дело в том, что практически, да не практически, все косметологи, они дерматологи. На сегодняшний день ни один косметолог не может вести прием без дерматологического сертификата. Если мы говорим про поверхностные пилинги, то это может быть косметологический кабинет. Если мы говорим про срединный, то это уже процедурный кабинет, где соблюдаются все правила септики и антисептики. Существует ряд пилингов, которые относятся к косметическим. Очень часто на это не обращают внимания. Косметически, косметологически кажется, как будто это одно и то же. Нет. Существует ряд пилингов, которые относятся к косметическим. Как косметическое средство. То данный пилинг может применяться косметологам-эстетистам. Но это, как правило, пилинги с низкой концентрацией кислот. Соответственно, мы понимаем, что данными пилингами навредить мы никак не можем. Но я все-таки считаю, что если вы хотите получить максимальный результат, лучше обратиться к специалисту, к врачу, который поможет подобрать вам максимально эффективный пилинг для вас. Пилинги строго противопоказаны пациентам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Пациенты, которые обратились с признаками ОРВИ, с вирусными заболеваниями и с активными дерматологическими заболеваниями в области лица. То есть, на мой взгляд, это активная все-таки форма акне, большое количество гнынечков на лице, экземы, либо какие-то другие бактериальные инфекции. Также к противопоказаниям относятся онкологические заболевания и обострение хронических заболеваний. То есть, когда пациент обратился в стадии активного обострения. Но я думаю, вряд ли, если у пациента есть какое-то более тяжелое заболевание, он придет на пилинг. Поэтому, тем не менее, это относится одним из противопоказаний. Поэтому перед любой процедурой у пациента собирается тщательный, подробный анамнез. Несмотря на то, что иногда пациенты достаточно странно у меня в кабинете реагируют, когда я для проведения обычного поверхностного пилинга спрашиваю у них подробный анамнез. Для чего это нужно? Я должна понимать, что происходит с моим пациентом. К сожалению, не все доктора берут это в расчет. Потому что, несмотря на то, что мы вроде проводим поверхностный обычный пилинг, и я не исключение, и я всегда очень открыто заявляю, в том числе и о своих каких-то сложных случаях. Буквально недавно была пациентка, в которой, в принципе, никаких активностей не было на лице. Мы провели обычный поверхностный салициловый пилинг, после чего мы получили бактериальную инфекцию. К сожалению, так совпало. Это не моя вина и не вина пациентки. Но такое бывает. И почему я всегда рекомендую обращаться к врачу? Потому что только врач знает, как себя вести в этой ситуации. Естественно, с пациенткой была на связи, и в экстренном случае была ей дистанционно порекомендована антибактериальная терапия, для того, чтобы избежать осложнений. Но так или иначе, мы всегда подробно собираем анамнез, для того, чтобы понимать, если вдруг что-то после пилинга, что-то пошло не так, мы должны понимать, с чем это связано, и как на это быстро и максимально реагировать. Альтернатива пилингу – это в домашних условиях скрабы. Легкие есть маски Гамаш, маски Скатки. Это косметические средства, которые не обладают активным воздействием. Мы точно знаем, что данные вещества, они проникнут в глубокие слои дермы и никак не навредят. То есть здесь это будет больше как механическое удаление омерзвивших чешуек, собственно говоря, не более того.